В соседнем районе тусит четкий пацик Ёршик, его братюня Капот и их сеструха Фрикаделька, а еще очкозавры и оленеводы, Ёршик, Фрикаделька и Капот, три Гопа, два Гопа и одна Гопочка. Ну в общем вы сами все поняли, да? Это канал Бородец, мы смотрим трех Гопов, но о чем не было сказано в этой заставочке, три Гопа у нас сегодня выступают против не просто каких-то там, знаете, что можно подумать, Хаги-Ваги, аниматроник Луна-Солнце, да, хотя такие серии тут тоже есть. Они выступают против своих экзекопий, если вдруг кто-то не знает, это страшные, пародийные, смешные и страшные смешные версии тех или иных персонажей одновременно. Ссылка на оригинал внизу в описании, ставьте пожалуйста лайк, не забудьте подписаться на мой канал, жмите колокольчик, поддерживайте видео. Ботаноида? ПГ, кто такой ботаноид? Я вот это не... Это коржик что ли? Ну и где его зад носит? Боже какие злобные рожи у них. Пять семки в одного хавы. Я ему устрою. Походу это реально, это третий их, это компот или коржик, кто-то из них. Экзе! Ооо, ну все, ребята, предупреждаю, бегите, бегите, понимаете? У меня, когда первый раз загорелась вот эта надпись, наверное, году в 15-16, когда я в Соника Экзе сыграл, с тех пор она не затухает на моем мониторе. Это уже надолго, ребят, вот если вы встретили Экзе, это надолго. Бегите, я не могу убежать от Экзе уже несколько лет. Четкая хавка. И семки еще свежие. Хорошая, кстати говоря, версия семечек. Четкая хавка, я бы такие купил сразу. Ценим, что за игра. Погнали. Что ж такие рожи, это стремные-то у вас, ребята, вы прям... Нажми на старт. Прям вообще, вы как будто, вы знаете, у вас как будто бы злодейские планы прям вот каждую секунду прокручиваются. Даже если они смотрят добрые детские мультики, типа телепузиков, вот они просто сидят и мы возьмем все, захватим весь мир и телепузиков, да, вот. Ну то есть вообще, ну посмотрите на эти рожи, что такое, почему столько негатива? Нажмите старт. Че не работает? О, господи. Ну вот, как говорят, вот, дурная голова рукам-ногам покоя не дает. Вот нахрен, что ты там наклацал? Вот что ты... Ну теперь тебя вот всосал туда, ну радость. Ёршик, походу и капота туда засосало. Да всех засосало. Я иду за вами, пацаны. Ну естественно, это же так разумно. Вот, знаете, надо переделать эту фразу. А если все будут прыгать с крыши, ты тоже прыгнешь? А если все будут засасываться в экзамире, ты тоже будешь засасываться? Вот так матери должны тебе детям говорить. Какого хрена вы делаете? Какого хрена вы туда засосал? Ты туда зачем засосался, объясни. Вроде наша хата. Не надо повторять глупости за дураками. Наша хата. Да, ваша. Экзе. Дом трех котов экзе. В принципе, каков реальность. Ёршик, отлично. Осталось только найти капота. Вперед на кухню. Вперед на кухню. Где же еще он может быть? Ну да, логично. Все-таки это же компот, это который у них там такой... Жирокотик такой, да? Жиробубель такой кошель. Капот, капот, м? Это экзеверсия, не верьте. Это точно, это вот сейчас иллюстрация вот этой сцены, когда Тейлз подходит к Сонике Экзе. Соник стоит спиной такой. И он такой к нему медленно подкрадывается. Потом разворачивается там глаза. Это сейчас будет 100%. Сейчас будет красноглазый, черно-красноглазый капот. Эй, капот, ты че сопли размазал? Че размазал, а? У тебя че, опять хавка кончилась? Ну это единственная причина, по которой он плачет. Да, я очень хочу. Здесь должны были быть Экзе глаза и рот. Ну вообще да, должны были быть. Должны были. Я как профессор экзологии, я подтверждаю. Как человек, который снял за всю свою жизнь около 500 видео, связанных с экзотематикой, должен сказать да. Немножко недостает, чуть-чуть. Вот здесь вот все должно быть вот черное, а вот это должно быть красное. А здесь должна быть еще рожка, не страшно. Ээээ, кушать. Пора ему кушать. Ёршик? Да! Опа, опа, па. Че это фигня? Валим отсюда. Короче, я понял. Тут у Экзе персонажей расширенные зрачки. Они что-то приняли. Они что-то приняли. Они приняли в себя эликсир Экзектора. Господи, как это ужасно. Как это страшно прозвучало. Я не в том смысле. Не-не-не. Вам не сбежать. Бежать. Так. Пырым сюда. Испарились, пацаны. Нужно найти капота и уходить. Может, наваляем им? Чувак. Вот поверь. Вот поверь моему опыту. Многолетнему опыту. Вы им никогда не наваляете. Они всегда вернутся. Экзе всегда возвращается, родной. Попробуй. Попробуй. Ну, сейчас вот-вот попробуй. Бежим. Ну, попробуем. Мари, тут вроде все нормально. Хороший, кстати, вот мне кажется, грузчики получатся из этих Экзе-персонажей. Я считаю, что эти тригопа, вот эти Экзе, они зря теряют время. Они могут очень много денег заработать просто на перевозке грузов. Вот это или левитационные. Чемок свалить капот. Вам лучше о себе позаботиться. Так вот, как я выгляжу после шестого урока. Точно. Все Экзе-персонажи стали такими, только потому, что их задерживали на занятиях в школе. Вот, теперь мы знаем. Тайна раскрыта. Прям вылитая я. Клевая прическа. Коготочки стильненькие. И неплохой такой костюмчик. Походу. Спасибо. Очень приятно. Вот как надо. Надо было просто Сонику Экзе в свое время комплиментов наделать. И он бы не стал бы убивать Тейлза, Наклза, Эггмана, животных. Всех. Здравый смысл. Любой другой контент на моем канале в свое время, да. Тоже не стал бы убивать. Понятно, понятно. Только вот это мой прикид. Господи, я вот сомневаюсь иногда, кто здесь Экзе. Честно. Посмотрите на эти рожи. Вот они, по-моему, сами по себе уже Экзе. На самом деле, тригопа это Экзе-версии трех котов. А тригопа Экзе это Экзе-версии... Экзе-версии трех котов, получается. Это Экзе в квадрате, ребят. Вот это сейчас Экзе в квадрате прилетит. Или не прилетит. Думаешь, справится со мной? Экзеголоса, кстати, вы тоже оценили. Очень страшные, да. Мы архидемоны. Ну, боже. Что происходит? И это наш мир. О, как. А где обычный-то крен? Вот, вот, я понимаю, что вот Экзе-копии. Вот они обычные. Где обычный этот коржик? Ну, не коржик, а компот. Капот, где он? Это что за дешевые фокусы? Теперь ты моя. Да не особо дешевая. Вообще сложно поверить, что вот эта девочка. Серьезно. Гоповская версия карамельки, она реально, она какая-то, знаете, бесполная. Не сопротивляйся. Фрикаделька? Вам не жить! Что ты такой дорожный-то? Вам не жить, говорит. Ёршик? Не-е-е-е-ет. Ёршик? Вы слышали это? Не-е-ет. Вот это актерская игра. Не-е-ет, Ёршик. Не-е-ет, Ёршик. Нормально. Вам не сбежать. Сразу видно, как эти гопы друг за друга переживают. Оба-на. Мда. Вот о чем была песня. Меня засосала опасная трясина. Экзе-коржик, нажми на тормоза, как говорится. Да. Все ее слышали? Не может быть. Засасывает их постоянно. Куда-сюда. Б. Лучше свалить. Ага. Экзе-персонажи впервые в жизни проявляют мудрость. Прям на ваших глазах, на ваших экранах. Мудрость Экзе. Понимаете? Наконец-то они поняли, что лучше свалить. Лучше вам давно было свалить, ребят. Опа. Опа. Эй. Капо, это ты? Да он просто, блин, под диваном валялся. Он даже не в курсе всех этих дел вообще. Ну да. А что происходит? Ты что, все это время был тут? Да. Вот я так и думал. Просто под диваном пьяный лежал. Семок каких-то с алкоголем перещелкал. Лежал. А эти там пошли Экзе, какие-то Экзе. Он сейчас скажет, что вы что, придурки все там что-ли? Ну да. Я пошел всем за хавкой. Потом хотел поиграть. И случайно нажал старт и селект одновременно. Так. И что, и игра стала Экзе после этого? Боже, как хорошо, что я в свое время, будучи молоденьким, совсем маленьким ребенком, ни разу не нажимал старт и селект одновременно на Денди. Это, вы знаете, жизнь бы пошла совсем по другому сценарию, наверное. Да вы что, э? Вы не сдохли. Как это прекрасно звучит, когда друг говорит лучшему другу. Ты не сдох! Ура! Ты, Зай, ты еще забыл. Давайте. Вы не сдохли, как последние свиньи, да? Как последние твари. Ой, как это мило. Замечательно. Да, они не сдохли. Уничтожить игру. Ага. Что? И опять злые ручки. Нееет! Нет, сорян, капот, но действительно, вот лучше уничтожить, правда. Вот поверь еще раз, моему многолетним опыту лучше уничтожить капот. Моя приставочка! Погнали в паник! Погнали! Если вам не понравилась игра, могли бы просто достать диск. Не волнуйся, я починю тебя. Вообще, такая красивая, конечно, у него консоль. Что это? Я не пойму. Это... Что это? Это... Это версия для каких-то каличей? Или что? Что это за консоль? Мне кто-то может объяснить, почему она так выглядит? Есть реально такие приставки? Я просто не знаю, игровые. Что это за раковая опухоль вот здесь у консоли? Она очень сильно болеет, по-моему. Моя прелесть. А, господи. Натяни ее себе, да. Как голум, да, моя прелесть. Только... Только не на тот палец, пожалуйста, капот. Мы этого не хотим наблюдать. Так. А, я так понял, что это намек на то, что это еще не конец там, что-то еще. Что-то еще этот их мониторчик компьютер еще учудит. Ну, Жош. Вот такие вот дела, ребята. Три гопа против трех гопов экзеп. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик и включайте все уведомления. Ссылка на канал Бородец внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.